Скажи, где ты учился? Я учился сначала в России, собственно, в Санкт-Петербурге, в 56-й гимназии с 1 по 8 класс. Потом, после чьих-то обстоятельств, родители мои решили меня отправить учиться за границу, а если бы точнее, в Англию. Учился я там в городе Тонтон, это округ Саммерсет называется, и проучился там 4 года. Ты знаешь совершенствование английский язык? Ну, я думаю, что как бы на данном этапе немножечко чуть-чуть уже его подзабыл, конечно, всего того, что он здесь все-таки 5 лет, но я довольно свободно на нем общаюсь и свободно могу вести диалог. У тебя есть девушка? Есть девушка, да. У тебя есть девушка? Я Е25, я зовут Лена. Ты понимаешь, что у тебя будет сейчас миллионы просмотров твоих видео, и у тебя выстроится в целую очередь? Что ты будешь делать тогда? Я, я буду от своей любви своих девушек, потому что я мертвый человек, и я всегда, не знаю, всегда был мертвый. Это хорошо. Расскажи о своих увлечениях. Чем ты занимаешься, кроме толпы, что печать в булки? Катался, значит, я очень долго время на сноуборде, сейчас немножечко с завесами это тяжелее стало делать, так как все-таки я был таким экстремалом, я любил полетать, на перилах полетать. Вот. Футбол, лично сам играть в футбол, я не люблю смотреть, я не считаю, что неправильно видеть спорта немножечко для просмотра. Ничего против не имею, ребята, но тем не менее. Также регби, я занимался в Англии им долгое время довольно, ну, пока учился, 3 года. Играешь ли ты в компьютерные игры? Должен сказать, что я был прям таким заядлым игрочем, игроманом, можно сказать. Я, знаете, как история Зиза, это что-то похоже очень. Я очень долго играл в World of Warcraft, очень долго. И, наверное, до последнего года я до сих пор в него играл, сейчас это немножечко уже отстранилось от меня, у меня немножечко другие приоритеты изменились. Может быть, повзрослел, может, что-то в голове изменилось, но как-то я отошел от этого. Иногда позволяю себе чуть-чуть поиграть, но не больше, там, часа, двух, раз, два, три дня. Есть ли у тебя кумиры? Кумиров у меня, к сожалению, нету. Есть люди, к которым я стремлюсь и пытаюсь достичь их результатов, но как только я их достигаю, я ищу что-то в продолжении. Но первоначально, наверное, в занятии по дебилдингам, был мой кумир, как ни странно, это был Зиз. Да, е-мое! Это да, это популярность. Я как раз попал в тот момент, когда это был бум, его смерть, и просто это разлетелось по интернету на фейсбуке. И я его фотографии смотрел, там уже долгая история про мотивацию идет дальше, как-нибудь в другой раз, и расскажу ее. Но он тебе сейчас кумир или нет? Нет, он сейчас не кумир уже. Так а ты что хочешь, что-то? Ты хочешь выглядеть как Зиз или как Рогиков Монт? Я хочу выглядеть ближе уже к супертяжам, что-то в этом роде. И, ну, из таких прям людей, которые мне нравятся, это есть такой атлет Садик Хазович. Мэнс физик. Ну, мэнс физик, но он переходит как раз-таки в классик физик, собственно говоря, поэтому мне не нравится. Потому что этот парень, который уже для мэнс физик слишком большой, он уже переходит в классик физик. По-моему, он все равно маленький. Маленький? Ну, я буду больше. Вот так вот. Ты будешь как Ронни. Да. Точно? Конечно. Нет, если я буду как Ронни, я буду безумно рад этому. А у Ронни руки 61 сантиметр, ты знал об этом? Все впереди. В лучшие времена на сцене. Все впереди, ребят, все впереди. Так значит, нужно тебе сделать такие же руки? Да. Пойдем их делать? Конечно. Пошли? Давай. Мясо, кому мясо, по заказу, больше мяса, меньше жира в массу, больше мяса, мясо крепких костей, мясо по госту, деды, горька новостей. Так, ребят, всем привет, на выпуск Мясо. Сегодня тренировочка с Саней. Саней разминается уже с большими гантельками. Сегодня мы потренируем руки, чисто бицепс и трицепс. Давненько не было такой тренировки. Я, честно говоря, сам соскучился уже, потому что у меня всегда были руки в отдельный день. И сегодня мы их бомбанем, как следует, по всем углам. Есть масса мнений по поводу окислительных и гликогенетических волокон, ну, то есть красных и белых. Там тренируются или там до 12 повторений, более там 12 повторений. Я люблю на руки делать именно бицепс-рецепс, вот этот средний диапазон, ровно 12, который позволяет и хорошо прочувствовать мышцы, и взять такой приличный вес. Потому что мышца маленькая, бицепс, и чтобы ее хорошенько почувствовать, нужно большое количество повторений, как и со всеми маленькими мышечными группами. А когда большая, грудь, спина, ноги, ты можешь работать с большими весами на маленькое количество повторений, и это будет стимулировать ярости. А маленькие это только... Только... Как это? Короче, маленькие мышцы, это только изоляция. Понятно. Это вот та самая распространенная ошибка, когда стараются удержать локти на месте. В таком случае, бицепс полностью невозможно сократить. Чуть-чуть плакать вперед, и бицепс уже максимально сокращен. Если ты сделал 12 в отказ, значит это твой вес. Если ты сделал больше повторений, то нужно бы увеличивать вес. Меньше уменьшать. Так, ребята, второе упражнение на бицепс силовое подтягивание. Давненько тоже не подтягивался специально для бицепса. Офигенные упражнения, которые растягивают полностью бицепс, и реально он потом болит аж где-то там изнутри. Поэтому мы сегодня забомбим именно такие подтягивания. Ну и как знаете, спина у меня отстающая, пускай она будет в тонусе. В целом, что ты как? Я понимаю, что я начал тренироваться немножечко с головой, вот так же сказал. Потому что раньше, если тренировался, то я приходил, просто я убивался на тренировке. То есть, ну я после этой тренировки ощущал прям истощение. Сейчас я чувствую, что мышца как бы, ну, как Игорь бы сказал, пробилась. Самое главное, что на следующее утро ты чувствуешь не вялость и усталость, а ты чувствуешь себя в тонусе, но при этом у тебя мышцы чуть-чуть побалят. По-моему, это самое классное чувство, которое я получал пока что. Да здесь всего лишь нужно концентрироваться. Ты концентрируешься на конкретной мышечной группе и все. Все остальные стараешься выключить, и тогда у тебя будет максимальное напряжение, максимальная концентрация нагрузки именно в этой мышце. Это всего лишь концентрация, то есть работа мозгом. Нервно-мышечная связь, да? Да, нервно-мышечная связь, конечно. Это самое важное. Если ты не попадаешь в целевую мышечную группу, то она у тебя не будет развиваться. Все предельно просто. По своему опыту могу сказать, что я подтягиваюсь, так и подтягиваюсь. Сейчас на спину в основном, это, наверное, первый раз, когда подтягиваюсь на бицепс. У меня привычка выкибать спину еще немножечко осталась, поэтому я чувствую спину еще, поэтому штабчайши включается. Да, убираешь прогиб, и все, подтягиваешься практически вертикально, как солдатик. Молот, молоточек, молоточки для брокеалиса, чтобы рука была толстая. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты отдаешься к татуировкам, собственно говоря, на людях? Ну, я очень положительно к ним отношусь. Я считаю, это подчеркивает неудивальность. Ну, если на Симону сделано, то, конечно, я за. Сам хотел бы себе сделать когда-нибудь? Да, я думаю, что да, у меня в мыслях есть сделать, но я пока еще не знаю. Это же должно быть, понимаешь, не просто то, что я хочу сделать, а именно, чтобы подчеркивало себя. То есть, то же самое выражение. Ну, вот, я пока не знаю, что именно мне выражать. Стилистику не выбрал, наверное, не надо. Ну, а твои татуировки имеют же, да, какой-то глубокий смысл? Ну, честно говоря, очень мало. Есть одна, две татуировки на моем теле. С чем-то связано, может, по-моему? Честно, вот, честно скажу, что две татуировки есть на моем теле, которые что-то значат. Первая очень такая странная, не то, что странная, но простое значение. Ну, не будем это открывать, наверное. Нет, почему? А, да? Здесь указано время моего рождения. Собственно говоря, вот девочка сюда и сюда идет. И на груди у меня еще есть девушка, но она здесь вот, короче говоря. И это такая, знаете, память насчет женщин. Не слишком им доверять. Я не знаю, вот такой вот у меня, может, такой жизненный путь у меня сложился. Но нужно именно думать головой, когда ты в отношениях с женщиной, это очень важно, я считаю. Даете своим чувствам, ребят. Даете своим чувствам и окунайтесь в мир, в любви, счастье, доброты и тепла. У нас только штангетки найти. Все будет, в следующей тренировке, наверное. Не обещаешь, что к следующей будет, но в ближайшее время. Ребят, у кого здесь не нужны штангетки, помогите, Сань. Там были комменты по поводу штангеток. Я помню, я даже ответил на пару. Вы как-то так неудовно было бы отвечать на Сан. Сань, привет ему, передавайте. Парень, который мне штангетки хотел подарить, я тебе передаю привет. За твою доброту, пускай у тебя будет прирост мяса чуть-чуть больше, чем у всех других. Плюс 5 кило, плюс 5 кило. За месяц. В руках. Натурально. Это как любят писать журналы массового фитнеса. 5 сантиметров в руках. И 5 дней в неделю там качают руки. Кому-то нравятся суперсеты, там три сеты. Это классный прием, но я не сторонник. Мне хочется всегда концентрироваться на одном упражнении. Но ближе к соревнованиям, там может быть и 3, и 4 упражнения, например, на пресс подряд. Поэтому суперсеты это круто. Но в плане массового набора, мне не нравится такой подход. Ну, чисто это внутренние ощущения. И подпросы может вызывать как-то, нет? Да, это знаешь, никогда нельзя предугадать, какая схема тренировок на тебе сработает лучше. Никогда не знаю. Есть сторонники силовухи, есть сторонники пампа, есть сторонники там ни того, ни другого, что-то посередине. Кто-то там циклирует нагрузки, кто-то использует периодизацию. Я всегда золотая середина, это всегда самый лучший вариант. Продолжение следует... Вот именно самое важное, внизу развести. Развести, да. Так вот просто, ну, надрачивать смысла нет. Это можно сделать в последних завершающих повторениях. Так, ребята, тренировка рук на сегодня закончена. Как всегда, ребят, желаю вам, будьте добрее, в ней веселее и здоровее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И вам еще Саня тоже хочет кое-что сказать. Ребят, посмотрели нашу тренировку, теперь идите вы на тренировку, потреньте. Приходите, вы пожрите, ложитесь спать, потому что нам нужно восстановление, больше мяса. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова